Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я ее ведущая Кристина Бочкарева. Ежегодно в феврале риэлторы отмечают свой профессиональный праздник. Прямо сейчас мы на мероприятии, приуроченном к этому дню. Подробнее о работе риэлторов и в целом о рынке жилья нам расскажет президент Рязанской палаты недвижимости Жанна Матвеева. Здравствуйте, Жанна Владимировна! Расскажите, пожалуйста, что такое Рязанская палата недвижимости? Рязанская палата недвижимости – это сообщество профессионалов рынка недвижимости, которые объединены определенной целью, определенной миссией. Рязанская палата недвижимости образовалась в 97-м В 1999 году палата присоединилась к уже российской гильдии риэлторов. Это тоже сообщество, но уже на российском уровне, кстати, признанное во всем мире. И это приятно. Чем занимается сообщество? Дело в том, что, к сожалению, сейчас государством никак не регламентируется риэлторская деятельность. Закон никак не может быть почему-то принят. Наверное, тому есть определенные обстоятельства, хотя представители российской гильдии риэлторов лоббируют принятие этого закона, участвуют в его принятии. Поэтому профессионалы рынка объединяются для того, чтобы возможно было соответствовать стандартам. Эти стандарты определены российской гильдией риэлторов. Сегодня мы попросили поподробнее рассказать, как обстоят дела с продвижением этого законопроекта председателя Рязанского отделения опоры России Евгению Холомцеву. Проект закона о риэлторской деятельности существует уже давно. Разработчики российской гильдии риэлторов. Его главная цель – обеспечить единую государственную политику в области регулирования риэлторской деятельности, защиты прав и интересов субъектов риэлторской деятельности и потребителей риэлторских услуг при совершении операций с недвижимым имуществом. Правда, пролоббировать его в Госдуме пока не удается. Чтобы регулировать профессию риэлтора на федеральном уровне, законопроект активно поддерживают российские общественные объединения. Одно из них – опора России. Легальные риэлторы, если они легальные, они входят в реестр малого и среднего предпринимательства. Так как сейчас на законодательном уровне нет подтверждения профессии риэлтора, нет закона о риэлторской деятельности, то их законные интересы должен кто-то защищать. В опоре России есть комитет по жилищной политике и управлению недвижимостью. Мы объединяем предпринимателей на рынке недвижимости. Мы вырабатываем общую позицию и предоставляем ее властям. К примеру, в прошлом году была угроза запрета краткосрочной аренды. Так вот, в этом случае права риэлторов были существенно ограничены. Опора России провела исследование и доказала, что конфликты между долгосрочной арендой случаются так же часто, как и конфликты между жильцами, которые снимают жилье на краткосрочную аренду. На данный момент есть еще одна проблема – это нелегальный бизнес. В опоре России мы боремся, мы работаем с нелегальными предпринимателями, мы объясняем им все плюсы работы легального бизнеса. Компании, которые входят в российскую гильдию риэлторов, работают по профессиональным стандартам. Именно это и указано в проекте закона о риэлторской деятельности. Еще там четко прописано понятие риэлторских услуг в субъектах риэлторской деятельности и требования к ним. Какие тенденции на 2024 год можно выделить на рынке жилья? Мы выделяем несколько направлений. Сейчас тенденции развития. И одно из таких основных – это развитие красивого жилья, которое объединяет в себе не просто жилье многоэтажное, а целые районы, такие пространства, комьюнити, где могут люди общаться друг с другом, проживая в одном доме. И вот ярким представителем такого направления является компания «Мармакс». Мы попросили сегодня генерального директора и основателя компании «Мармакс» рассказать поподробнее о том, как они ведут сейчас это строительство. Юрий Юрьев у нас сегодня в гостях. Компания «Мармакс» на рынке Рязанского региона с 2012 года. В своих проектах строители уделяют большое внимание, в том числе прилегающей территории жилого комплекса. Сегодня создание комфортной среды – один из главных трендов в практике застройщиков. За последние несколько лет он даже успел обрести вполне четкие параметры – местоположение, инфраструктура, транспортная доступность, качество строительства, экологичность и безопасность материалов, а также срок службы объекта. Нам кажется, что основным трендом являются общественные пространства в жилых комплексах, потому что сейчас явно, что тренд на добрососедство, на объединение жителей, потому что мы знаем, что одна из основных, наверное, потребностей у человека – это социализация. И нам кажется очень важным людей знакомить, делать какие-то комьюнити, как сейчас это говорят, чтобы люди объединялись, люди могли общаться, и для этого важно создавать им возможности. Мы делаем соседские центры, мы делаем фитнес-залы во всех наших домах, для того, чтобы у людей была возможность знакомиться, общаться, выстраивать связи, знакомить своих детей. На наш взгляд, это основная история. И, конечно же, не менее важна архитектура, важна среда, которую мы создаем вокруг наших жилых комплексов. Аптеки и магазины в шаговой доступности, безопасные детские площадки на территории ЖК, благоустройство и создание локальной идентичности территории благоприятно влияют на жителей, рассказывают застройщики. Пока одни компании стремятся создать современную, развитую социальную и коммерческую инфраструктуру своих комплексов, другие преображают город идеями об истоках русской цивилизации и аутентичном коде нашего народа. Следующее направление, куда движется рынок недвижимости, мы это тоже замечаем, это возврат к истокам. Все русское, может быть, даже немножко где-то древнее. Мы это наблюдаем не только в интерьерах, которые выбирают люди, но и в частном домостроении, когда частные дома строятся в старорусском стиле. И сегодня об этом мы попросили рассказать основателя Центра культурного наследия, мудрость веков Дмитрия Бачкова. Прикоснуться к культуре и истории. Центр культурного наследия «Мудрость веков» продвигает идею русского кода. Особенность музейного пространства в том, что экспонаты 19-20 веков можно потрогать руками. По словам авторов проекта, такой центр культурного пространства играет не только роль в сохранении традиций нашей страны и конкретно Рязани, но и несет образовательную функцию для людей всех возрастов. Сейчас тенденцией во всем мире идет изменение, в принципе, всего уклада. Естественно, в такие сложные моменты всегда народы и народности возвращаются к своим истокам. Это очень важно. И в данный момент тенденция такова, что во всех видах каких-то информационных, рекламных моментах нужно и можно, необходимо использовать тот наш русский код, русский стиль, чтобы подтверждать свою идентификацию, идентифицировать себя как русского человека. Это орнаменты, рисунки, просвещение каких-то забытых великих людей наших, российских, на всех рекламных носителях, на каких-то информационных носителях, во всем, что угодно. У нас Центр культурного наследия занимается как раз именно возрождением культурных традиций. Мы здесь будем выступать только по той причине, что через деятельность риэлторов, через работу с недвижимостью можно это все тоже возрождать. И необходимо, прежде всего, сейчас как раз самое время внедрения, возрождения культурных, всего русского, во всех смыслах этого слова. Вообще, дома в русском стиле набирают все большую популярность. Оригинальные на вид и уникальные в своем исполнении. Кроме того, они имеют высокие показатели по теплоизоляции, экологически чисты и удобно в эксплуатации. Конечно, обойдется такой терем недешево. А вот построить свой дом по цене квартиры на самом деле вполне реально, выбрав доступные по цене материалы – СИП-панели и металлоконструкции. Частное жилье вообще сейчас спросом пользуется? Да, сейчас очень пользуется спросом малоэтажное строительство, так как и поддержка государством этой отрасли происходит. И еще мы заметили, что в связи с тем, что появляются новые материалы, которые достаточно качественные, и без потери качества самого дома снижается очень себестоимость. Соответственно, дом можно купить по цене квартиры. И даже больше площади будет. Это более комфортное жилье. А сегодня об этом нам рассказывает представитель компании «Бестфанель» Захарабеков Филипп. Еще буквально несколько лет назад постройка частного дома была весьма затратной мечтой потребителя. Сейчас, правда, все стало проще. Мы занимаемся производством и продажей малоэтажных домов из ЛСТК-конструкции. Это новейшая технология, которая позволяет нам сократить сроки производства, работ. Мы используем в домостроении только фундаменты из монолитной плиты, толщина 25 сантиметров, и на нее уже собирается каркас. Полный цикл производства – 65 рабочих дней у нас, календарных дней 65. Все фасады у нас отделаны планкингом. Утепление у нас 250 миллиметров по кругу. То есть очень теплые дома получаются. Дома мы делаем только одноэтажные. Преимущество ЛСТК-конструкции – это легкие стальные конструкции, которые мы являемся официальным дистрибьютором крупнейшего производства в России. Это компания «Винпроф». Они находятся в Туле. За счет наших дистрибьюторских отношений мы можем дать на рынке очень дешевые цены на ЛСТК-конструкцию. Это конструкция, которая собирается с точности до миллиметра. Она не терпит никаких отклонений, никаких нарушений. То есть как она есть, так она и будет как в проекте, так и в реализации. То есть, соответственно, за счет использования новейших технологий, себестоимость, она сокращается. Мы не используем минвату в утеплении и тому подобное. То есть только новейшие технологии. Компания «Бест Панель» спроектирует дом и построит его чуть больше, чем за два месяца. А банки помогут с ипотекой на выгодных условиях. Как часто люди покупают жилье в ипотеку? И насколько реально сейчас взять ипотеку на строительство частного дома? Ипотечные сделки довольно часто. Их больше половины, даже значительно больше. Очень пользуются спросом ипотека на новое жилье, потому что оно субсидируется государством. И также на строительство частных домов. Конечно же, наши партнеры, банки содействуют нам, риэлторам, в том, чтобы нашим клиентам были одобрены самые лучшие процентные ставки. И сегодня об этом рассказывает нам представитель Сбербанка, руководитель отдела по работе с партнерами Олег Владимирович Сычев. И дом, и квартиру мечты сегодня можно купить в ипотеку. У каждого банка есть свои льготные программы для семей с детьми. Насколько возможно получить ипотеку на свой дом? Ну, я думаю, что те 500 человек, которые сделали с нашей помощью в прошлом году, не дадут соврать, что это очень легко и просто. Особенно до 1 июля, пока у нас действуют госпрограммы. Соответственно, сейчас действуют госпрограммы как семейная ипотека, когда в семье есть двое несовершеннолетних детей, либо один рожденный после 1 января 2018 года, так и для любых желающих господдержка. Процентные ставки очень щадящие. По первой программе 6%, по господдержке 8%. И если у вас кредит до 6 миллионов рублей, то за совершенно незначительные деньги вы можете построить дом своей мечты. Построить дом по низкой ставке может каждый. Причем взять ипотеку теперь можно и через риэлторское агентство. Как часто Рязанская палата риэлторов организует мероприятия? И что вообще обычно происходит на таких встречах? Знаете, мы очень часто общаемся друг с другом, с коллегами. Это ежемесячные встречи руководителей агентств недвижимости. Сейчас в Рязанскую палату входят 14 компаний. Это обучение для наших сотрудников, такие праздничные мероприятия. Этот год будет очень насыщенным. В марте месяце мы планируем запустить серию мастер-классов для наших сотрудников по переговорам, по целеполаганию, по планированию. И еще много интересного, где будет самый сок. Без теории, без воды мы даем четкую практику. И на эти обучения может прийти, кстати, любой желающий из нашего города. Жанна Владимировна, спасибо большое, что пригласили нас сегодня. Спасибо, что пришли. В эфире была программа «Городские встречи». Я ее ведущая Кристина Бочкарева. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»